Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Меня зовут Мария, я здесь нахожусь с моим мужем Валерием. Мы приехали из Церкви Спасения в штате Вашингтон, город Эджвуд. Мы привезли вам привет. Наша семья состоит из девяти человек, у нас семеро деток. И сегодня под вдохновением той заповеди, о которой мы слышали сегодня, я хотела бы поделиться вам несколькими строчками, которые Бог положил мне на сердце, которые получились в такую рифму. Но прежде этого я хотела бы сказать, что в Вашей Церкви прошла только что конференция для родителей. Мы были с вами и в пятницу, и в субботу. Сегодня мы опять с вами. Мы благодарим Бога и за приглашение, и за возможность быть с вами. А если у вас не была возможность быть, вы не все пропустили, много материалов есть нашего служения на интернете, спросите у тех, которые были. Итак, сегодня мне хотелось бы прочитать стихотворение о кресте. Но вначале я хотела бы прочитать место из книги пророка Исаии, 53 глава, 11 стих. Здесь говорится о чем-то необычном. В английском языке нет прямого перевода этого слова. Это слово называется «подвиг». В английском языке не так четко можно это перевести. Но мы с вами говорили о том, что на этой конференции, что женщина, христианка, мать, жена может совершать подвиг, находясь у себя дома в своей семье. И здесь, в этом стихе, смотрите, как написано. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Подвиг – это движение вперед. Да благословит Господь нас, женщин, матерей, взирая на подвиг Иисуса Христа, каждый день жить с мыслью о том, что и мы совершаем подвиг через путь страданий и путь трудностей. И вот эти строчки, которые вдохновляют меня, особенно когда я устаю, продолжать двигаться, воспитывать своих детей, служить Богу в это непростое, трудное время, стоять в проломе за детей своих. Продолжение следует...